Сопровождение Становись Это мы уже держим путь на Ростов-на-Дону До Ростова-на-Дону сколько километров? 400 с чем-то Порядка 400 Вот смотрите, там уже горы такие красивые Прям как уральские Но не уральские Проехали разворот Был на город Калач-на-Дону Я вообще офигела Первый раз такое увидела И Пятиморск еще был Пятигорск тоже слышала А Пятиморск не слышала Вон Камыши И Рюмино-Красноярский Классно, короче, солнышко вышло Это вообще прямо Прямо круто вообще До этого было пасмурно И настроение было такое так себе А сейчас как будто на самом деле весна Чуть и не лето Снега практически нет Еще бы зелень Вообще было бы круто Реально с зимы в лето это круто Вообще классно Вообще просто круто Не видно Ладно, так поснимаю Видите, Калач-на-Дону 6 километров ДПС через 600 метров Пост Пост, пост Нас, кстати, ни разу не остановили Нас вообще ни разу не остановят Да и Бог Да и у нас, в принципе, все в порядке Даже если остановят Время просто потеряют Надо же так сгласить, а Надо же так сгласить, а Ой, язык мой, враг мой Ну чем ты отстегиваешься? Достать документы, чтобы Что там, отдолгуешь? Добрый день Я нарушил штук Мне проверщик документов Обращайтесь в обслуживание Да, где у меня документы? Здесь, да? Угу Водительское На право владения данной правской На право владения данной правской На право владения данной правской На право владения И страховка у нас в электронном варианте А? Страховка в электронном варианте Можете показать? Сейчас, секунду Едем дальше Отключала видео, потому что у меня Страховка в электронном виде Сохранена на почте Ну как сохранена на почте Просто во входящей Корреспонденции Надо же только ляпнуть и тут же Ага А ты прикинь Вот Потише, я тут камера везде Вот ни разу не останавливали, да? Угу И вот надо же в Ростове То есть в этом Донские казаки нас остановили Наш Наш, наших уральских парней Ну ладно, мы же все дружные ребята Красиво, да вообще? Угу Слушай, а горы вот побольше, чем у нас Вот у нас скалами славится вот наша сторона Да, тут просто горы А здесь вот горы просто Угу И горы тоже прикольно Просто вообще даже круто смотрится Да-да-да, у нас скалы, скалы везде Но я боюсь, мы будем скучать по этим скалам Да мы еще никуда не уехали, чтобы скучать Уедем все равно Памятник летчикам 8-й воздушной армии Ой, я какая безочковая Я вообще вся ищурилась У меня там, наверное, капец Учен, гусиных лапок Мутейшн Безочковая, Элина Так, внимание, ведется контроль Средней скорости Ладно, все До Краснодара нам осталось 400 километров Вот проезжаем в сторону Ростова-на-Дону еще Ростов-на-Дону сейчас на перекрестке будет поворот налево И вот здесь ветряные мельницы Такие они огромные вообще Блин, реально они огромные И как эти какие-то инопланетяне Как Вовка бы сказал, как там сиреноголовые Блин, он бы увидел сейчас вообще и фигел Так завораживает Вообще красотень, да? Блин, это классно вообще Вообще капец Вообще красивый просто Реально завораживает Мы как дикие Вообще из лесу приехали Ничего не видели Здесь фонари на этих Солнечных батареях Плюс еще какие-то еще эти ветряные Как генераторы, говоришь? Да, генераторы А у нас все питается электроэнергией Вот так мебельно Реально как сиреноголовые Таких так много, так смотреть Туда, дальше еще Их целое поле Так, время 17.32 Это по Уралу А так 15.32 Поснимай, поснимай Так я умру сейчас там сниму Где-то будут Вообще красотища просто Прикольно Вообще Нифига сколько эта конструкция стоит Вот, интересно Угу Так кинами его двор поставить Одну штучку Так они еще туда Дальше вообще Вон далеко Стоят Ну все, ребят Мы заехали Ростов на Дону Блин, все столько грязные Тут вообще лето Видно местами снежок Ну это, наверное, который недавно выпал А так, смотрите, вообще Как будто весна Все грязное Очень видно Вообще круто Ни снежинки нету И тепло на улице 5 градусов У нас это вообще жара Жаришка А нам еще с Краснодара пишут У нас холодно 4 градуса Мы хоть вещи с собой взяли Теплые Какие теплые вещи Так это что Мы загорать едем Там порт, что ли Не видно ничего А, нет Это сваи, да Там вбиваются Или что О, так это порт ведь какой-то Ну-ка А, ну да Я же говорила Порт изначально Так, Староречиц Старочеркасска Опять херню несу Кода Краснодара Ну, 250 Грубо 276 Эти копейки уже не считают Это вообще ерунда Ну, по сравнению с тем, что мы проехали Так, ну, премия сейчас 7, нет 7 это по Екатеринбургу 5 часов по местному времени Ну, часиков, наверное, в 7-8 Будем там 8, скорее всего Будем уже в Краснодаре Солнце Вокруг болота Что-то так резко Пасмурно стало В смысле, в 8 Ну, короче, выехали за город Здесь смотреть нечего Все, я отключаюсь Мы доехали до платной трассы Нифига, как она выглядит Ребятки, скажите А вы как рассчитываетесь? Разгоняетесь сразу же? Или? Или? Так Нет, нам на зеленую Надо же, наверное, наши Нет налички Так, зеленая Это Бесконтактная оплата Желтый получается А как бесконтактная? Это как? Надо через телефон Или что, нет? Нет Да? А как? Окна все равно Шлакбаум Если что не откроет Иван спроси у него А, наличные не принимают Нет, нет, нет Слушай, а по карте По карте Окей, здесь? А? Здесь по электронным проясним Главное, да, сзади Глупого Кто, да? Сособы оплата А как нам выехать Там, знаете, Чтобы машина подъехала Пропускает Тут получается Электронные Какие-то пропускные Или как ПАЗ-транспондер Называется Ну, говорили нам же На этом На стриме-то Помнишь? Что он Даже Окно не открыл Он сразу же Считал у него На расстоянии Там Двух метров Ну, все прикольно Ты же видела Сейчас десятка Такая пролетела Нет, не летела Ну-ка, спроси у этого Вот сюда залазь Короче, мы как лохи А он как-то сам Определяет, да? Нет Вот сейчас Окошечко Окошечко Да Каким фонат Готовь сегодня Ну-ка, на Это Подъезжай Так, подожди Здравствуйте Сколько стоит? Окошечко Какая сумма 55 рублей Все, отлично 55 рублей Получается Для нас Сегодня Мы еще Будни Я там засмела Прайс Это знаешь Как автогонки Да Пик Сигналят все И все Полетели До Краснодара На данный момент 240 километров Так, там Ограничение Ограничение стоит Минимальное 110 Ой, то есть Какое минимальное 110, короче Ограничение Так что можно 129 Смело ехать Ну вот Как-то так Ну мне вообще Вот прям Понравилось Вот через эту дорогу И считай Мини-пробка И вообще Ну Классно, короче По таких дорогам Лезить, да? Покладно Ну да Они вроде Не колеи Ничего Ну там Есть маленькие Такие колюшки Иди камеру снимай Разбирайся Выходи Заебай Красота Не успели заехать А по крайней На Подожди Мы же оплачивали Скажи Мы же Вот оплатили 10 километров назад Девушка С телефона Нет, а ты спросить Ты не хочешь, что ли? Девушка Подождите Подождите Спрошу Спрошу Подожди Спросить Спросить можно Подождите Мне сказали 70 километров Я проеду Я проехал 10 километров Нет? Нет? Это последняя Инстанция Нет, ну это вообще Конечно Трэш Первый раз Мы заплатили 55 рублей Такие довольные 30 километров Проехали Все хорошо Едем дальше Вторая Это И получается Платная дорога Там уже 155 рублей Нам сказали 76 километров Вы будете ехать В итоге Проезжаем 10 километров 15 Наверное И опять платим 200 рублей Уже А где 76 километров Что она сказала? Так кренула Она что там? Так а что нормально Ничего не узнал? Ну так если она сидит Плечами пожимает И все Подставила Не хочет разговаривать Я что Драться полезу что ли? Или что Драться надо было Надо было драться С коты Да вытучит Сухрей Я у него спрашиваю Это последняя Инстанция Ну где мы Платить будем Сидит плечами Плечами пожимает Вот не успели В Краснодар В Краснодар Заехать Нас уже обокрали Уже штаны сняли Нет Ну я понимаю Если бы хотя бы Положенные Эти километры Проезжали Другой разговор Почему дважды Должны платить За одно и то же Мне это вообще бесит Бля Ну ладно Короче Едем дальше Смотрим Ну это неприятная ситуация Так Отдали 200 155 И 55 155 поддали же Да Второй раз Да Так 155 Это 210 2410 рублей Как с куста Вот так Короче Там 30 километров Потом 10 километров 40 И сейчас Вот я не знаю Сколько мы проедем Но она говорит Типа До Краснодара Доедете По этой По платной Дороге Посмотрим Что будет Доехать Да доехать Доедем Нам девчонка Там говорила Типа Сейчас вы платите 76 Приезжаете Потом еще 200 Платите Но я думала Эти 200 Это будут После 76 Километров Ну видишь Вот как Ну ладно Ладно Как бы это Так ни хрена себе 200 рублей Я понимаю Как бы 55 Хотя бы Прали Я вообще Возмущена Сейчас Короче Поедем Там В Краснодаре Нашли Жилье Посуточно Какая-то Улица Трамвайная Что ли Ну типа Женщина Говорит В центре Краснодара Так что Вот сейчас Мы заедем Договорились С ней Что завтра Будем выезжать Не в 12 Как вообще В час Просчетный А раз У нее клиентов Мало Видимо Еще не сезон Она говорит Живите Ну как заедете По факту Вы сутки будете жить Но нам это очень удобно Потому что я позвонила Везде Везде И все Короче Все говорят В 12 Воселятся Неважно Сколько ты заехал В 8 утра В 9 утра В 12 В 12 В 12 собираешь Монатки И волевон Блин У меня аж от этого От возмущения Язык заплетается Ладно Мы заехали В Краснодар Смотрите Какие жилые Комплексы Видно Что новые Заново Построенные Но еще Не Заселенные Как их много Тут стандартные Пятиэтажки Сейчас Направо Поворачивай Дверь Закрою Сейчас Как раз Попадем В пробочку И посмотрим Как вообще Это все Выглядит Сюда Поворачивай Ну Улочки Такие Тесные Тесненькие Как я и читала В комментариях Поэтому И пробки Здесь Потому что Везде По одной Полосе Днем Наверное Здесь Все Стоит Тут Вот Духэтажные Дома Наверное Какие-то Либо Таунхаусы Либо Просто Коттеджики Ночью Не очень Понятно Все Таунхаусы Реально Красавцы Какие Халяль Мясо Клевер Агромаркет Мир индейки Плотнировский Рыбзавод Столовое Солнце Вся Инфраструктура Рядом Кроме Школ Садов Пока Я их Не вижу Может Где-то Там За Стеной Шавухи Лепешки Цветы МТС Ребра Аккумуляторы Все работает А хотя Время-то Еще Девять часов Шаурма Маркет Везде Закусочные Закусочных Много Уже Только на одной О, слушай Может Помыться Надо было Заехать Уже Столько Их Увидела Вон Стейк Стейк Меню На углях Короче Здесь Мясом Реально Пекарня Цветы Там Опять Дальше Мясо Офигеть Тут Целая Улица Просто Магазинов Которые Открыты Слушай Реально Да Это И радует Одновременно И Опять же Нет Автомикс Автомойка Так Время 9 часов Пробки Как мы видим Еще есть Автомойка Опять Самообслуживание Фрукты Продают Живые Ры Бараки В 9 часов Ты спокойно Можешь Все это купить Помыть машину Сходить В автосервис Да Все работает Съездить Купить Баранины В 9 часов Вечера Какая Красота Вон Целая Пивоварня Ивановская Душа Так Еще Оформлен Какой-то Этот Как Ангарчик Такой Прикольный Дуи Там Остановка Улицы Ивановская Там Аслан Ну Ночью Не очень-то Все понятно Как-то Все Выглядит Но Видно Что Раньше Дома Были Малоэтажные Одноэтажные И город В принципе Был Раскидан Вот Какая-то Зданица Такое А сейчас Вот Опять Что-то Строят Что-то Строят Строят Там Рицах Холл Это что Это Гостиница Рицца Строимаркет Здесь Велнос В Томсе На втором Это Свет Грит Значит Еще Работает В Томсе Лайд Спа Фитнес Для Женщин Вот Это Пробка Не Вижу Что Впереди Делается Но Вот Так Тянуться Это Вообще Не Дело Меня Это Бесит Даже Объехать Негде Смотри Растения Зеленые Растения Травка Зеленая И эти Люди Говорят Что У них Холодно Но Они Просто Смешат Меня Вот Тут Опять Какая-то Стройка Все Огорожено Продаю Участок Какой-то Недострой Там Что Короче На самом Город Растраивается 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 Первая пробка В первый же вечер Да Сразу же Попали В пробку Представляю Чуть Днем Творится Это Вообще Жесть А почему Здесь Не развит Велосипедный Транспорт Мне Это Интересно Кстати Да А слушай Это Нужно Стоять В пробках Да В центр Города Съездить Посмотреть Когда Можно На Великах Ездить Здесь Вообще Круглогодично Я Понимаю Это У нас Минус Тридцать И то Тогда Мы Едем У нас Было Минус Двадцать Пять Градусов И парень На велике Шпарит В Минус Двадцать Пять Ветер Харю И я Шпарю Офигеть Тут Вообще Можно Спокойно На Великах Ездить Сейчас Будем Уходить Налево Уходить Направо У меня Указатель Показывает Налево Магнит Аптека Магнит Косметик Опять же Шаурма Вот Их На заправку Кстати По бензину Бензин Здесь Дороже Нашего На Газпроме Где-то Порядка Четырех Рублей На Лукойле Порядка Двух Трех Рублей Здесь По Пятьдесят Рублей На Лукойле На Газпроме Пятьдесят Чем-то Хлеб Из тандыра Шашлык Курочка Выпечка Шаурма Магнит До десяти Работает Так Дальше Что там Идет Гамма Лайн Наружная Реклама Рекламное Агентство Пивоварня Опять Акция Литр Шестьдесят Рублей Кредит Рассрочка Автозапчасти Школа Танцев 3D Развал Замена Масла Короче Все Есть Уходим Налево Ну конечно Такие улицы Как проселочные Реально Такие узкие Узкие Вот они Какие улицы Еще бы Здесь Не стоять Офигеть А мы Как только Заезжали И мне Короче Справа Не уступили Они Выезжали Со второстепенной На главную А я ехал На главной Не видел И мне Двое Не уступили Я Блин Еще как-то Нормально Промолчал Ладно Резко Я тормознул Они передо мной Раз Двоем Короче Выскочили Ну здесь Водители Вообще Такие Странные Мы пока Ехали По трассе Они просто Вообще Перестраиваются С правой На левую Полосу Без поворотников Не убедившись В том Что их вообще Пропускают Просто Лезут И все Не спасибо Нифига Ничего не говорят Так здесь Видишь Сборная Всех этих Нет Здесь Не только Краснодарская Область То есть Край В смысле Номера А здесь Отовсюду Просто Понаехали Здесь И пешком Ходить Некто Вот сейчас Такая грязь Где здесь Ходить Тротуаров Я не вижу Обочина Вся Грязная Здесь Такая же Фигня Где Ну вон там Подожди Мы можем Только На заезде Ну вон там Молодой человек Идут Там наверное Что-то есть Ну вот здесь Вдоль домиков Заборчиков Есть Дорожка Так Мы сейчас Поворачиваем На На Гаражный Переулок Потом Мы идем На Российскую Улицу Я так понимаю Российская Улица Это чуть ли не Центральная Наверное Мы сейчас На правую По главной Да Да Вот опять Магнит В трехстах Метрах В двухстах Наверное Даже от того Ну короче Знаешь На что Похож Конкретно Вот этот район Короче Где-то Окраина Это Египта Помнишь Там Дальше Проходишь На Мубей И Такой Грязный Район Частные Дома Ты Еще Помнишь Ты не путаешь С Дубаем Нет Дубая Везде Чисто Дубая Везде Чисто Там тоже Мы когда Уходили Гулять Там тоже Где-то Подальше От центра Точно 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 Так Так Такие Узкие Улочки Вот эти Магазинчики Магазинчики Дома Что в Египте Что в Турции За территорией Отеля Везде Грязные Пятерочка Какие домики Такие маленькие Мне нравятся Домики Не люблю Вот эти Высотки Огромные Я вообще Боюсь высоты Студия Красоты Beauty Room Продукты 24 Магазинов Grand Видите Люди Едут Едут Машина Ставлена Вообще Машина На полюбан Помоет завтра Хлеб Из тандыра Опять Ну все Наконец-то Прошла Ну улицы Узкие Да За счет Этого И пробки Так Что Куда едем Налево Так Это мы С гаражного Переука Уходим На улицу Российская Улица Российская Я так понимаю Это одна Из центральных Наверное Улиц Вовсе Ага Ну вот Здесь уже Как-то Более-менее Широкая Улица Да Мы там На заезде Просто были Прямо едем Да Да У асфальте Дыры Короче За дорогой Нужно следить Здесь Постоянно Объезжаешь Дыры Или колодцы Охренеть реально У нас По проспекту Даже В Каменске И то Лучше Дорога По сути Да Но это Ладно Будем надеяться Что это Не главная Дорога Ой Не главная Улица Сейчас направо Здесь где-то На правой Короче Здесь столько Колодцев Вообще Как у нас На Ленинском Так же Ну у нас Хоть с одной Стороны А не с правой А тут Прямо Во всей Дороге Ну и Объезжаешь Постоянно И не знаю Что там У тебя Слева Пролетит То есть Справа Вот сюда Уходи Направо Сюда Да Ну вот Опять Ой Котточные Говорю Так Дома 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 Новые Сколько Много Соток Так Там Что Потом На Левую Уходим Только Прямо Да Здесь реально К движению Нужно привыкать Ну У них тут Своеобразная Движуха Такая Короче Успел Выскочил Не успел Стоишь Ждешь Вот так Прямо Да Здесь какая-то Аллейка Плохо Видно Из-за Грязного Стекла Такой Такой запах Не очень вкусный Не то Что Не очень вкусный Как в Турции Это когда поливают Как в Египте Когда поливают цветы Они видимо Какой-то Противной водой Поливают Они вообще Прямо В наглую Прикинь Лезут Как тараканы Ну вот Хоть спасибо Сказал И такая же Вонь Каналья Я тоже читала Об этом Что здесь Такая проблема У них С водой Проблема С водой Проблема Проблема С вообще С канализацией Ну вот Как в Турции В Египте Точно так же Я сразу Как заехала Почувствовала Ну сначала Не так сильно А сейчас Прям вообще О там Бахнулись Уже Авария Открыли Ну понятно Неудивительно Вообще Этот ехал Прямо А это Вылезало Как обычно Короче Первое впечатление Как бы это Да С дорогами Конечно Проблема Ну пробки Да Это проблема Это не выдумано Это факт Не придумано Местными жителями Это на самом деле Ну так оно и есть Вот даже в реале Сколько зарегистрированных Машин Да Прямо В реале Их одно количество Ой в реале Говорю по факту Их одно количество Зарегистрировано А что здесь Отдельная полоса что ли А в реале Их намного больше Не в два раза А в три раза Ездим Вообще Разные регионы Вот это вот Москва 193 Это что Местные Местные Похоже 123 Наверное местные Короче Регионы Вообще Все Все Разные Кстати мы ехали сюда чуть больше двух суток Чуть-чуть побольше Но это при условии того что мы спали Мы заезжали пили кофе Мы отдыхали Мы попали в эту гребаную метель Которая нам просто все Попортила Не то что попортила А время сожрало 14 часов ехали 60-70 Да-да-да Весь день Вот все тысячи километров Еле-еле Ох Здесь вообще просто жесть Творится Великие дороги Офигеть Мама А слушай Они даже реально Морщаются Смотри Проезжай справа Да? Это что такое Здесь что ремонт Надеюсь Это все Ну да-да-да Ремонт Капец Ну это вообще просто Ходовку можно оставить Бабки за дороги отдай За все отдай Завтра прогуляемся По дневному Краснодару Наверное даже не проедемся А прогуляемся Что-то ехать я даже не хочу Я тоже не хочу Зайдем в этот Голицынский парк Сходим Я тоже про него читала В интернете А потом девочки Мне советовали На ютубе Очень многие писали Обязательно туда сходим Ну и наверное Может завтра вечером Может послезавтра Двинем в Анапу Мне все-таки Туда больше хочется Да Я в принципе Краснодара Не рассматривала Просто хотелось Интересно было посмотреть И сейчас я Еще Больше убеждаю Что не нужно Здесь жить Рынок просто полон Изобилии Есть все Здесь налево Люди предприимчивые Похоже Манашан Сити Касторама А здесь есть интересная Икея Так мы сейчас едем в центр Едем в центр Мы сейчас едем в сторону Жилья Которое мы сегодня сняли На сутки Она говорит Она говорит что в центре Находится Сейчас посмотрим Где это находится То что он в центре Мне это ни о чем не говорит Пока Ну движ такой Да Как в Екатеринбурге В то же время Вечер в принципе Все где-то ездят У нас в Каменске Такого нету У нас время 9-10 Особенно если это Будние дни Не выходной Ты вообще фиг Кого встретишь Все уже спят Там пару Бухариков Пройдут Упадут где-нибудь А в Екатеринбурге Всегда такой движняк Всю ночь Угу Прикольно так Здесь видимо там же Ладно хоть и не Светофорам подчиняются Это уже радует Я уже выезжаю И по сторонам смотрю Ну здесь да Нужно быть аккуратно Вообще Ну здесь дорога Более-менее такая Наверное Центральная улица Ну даже гореет Так Екатерина Дар Инвестстрой Жилищный комплекс Строитель наверное Смотрите какой огромный Красивый Парк Мобиль Тут Раз Два Три Четыре Пять Девятиэтажка Что ли Ну Девятиэтажки Вот так Ну чё Прямо да Скоро направо Нужно будет уходить Пока прямо Вот чё я показываю знаки Так Здесь направо Стоим, значит. Что? Куда здесь? Здесь прямо. Просто слез сюда. Это что за забор? Прямо, да? Пока прямо, потом налево. Нифига, если вообще непонятно, как здесь, как, что, куда. Так, подожди, здесь налево, наверное, да. А, нифига, у них светофоры там. Смотрите, как красиво. Снежинки. Ох, там что творится, там все красное. Ё-моё. Так, что, куда? Здесь надо правее держаться. Пока прямо. Тут тоже парк. Ну, парков здесь много. Как я посмотрю. Такая аллейка. Так, клиника ЭКО-репродукция Эмбрио. Так, улица Дзержинского направо. Не вижу вообще нифига. Ну, покажи эту траву-то. Газон, то есть, траву, говорю. Зеленый газон. Ну, что там пробивается зеленая. Сейчас сходи направо. Все здесь направо, да? Бля. Ой, спасибо. Так, прямо здесь, да? Пока прямо, потом налево. Прямо едем? Там вот налево, наверное. Вот здесь налево. А, нет, проехали. Подожди. Здесь можно развернуться, наверное? Нет, здесь только направо поворот. А почему ты так решен? Тут нету поворота налево запрещенного. Здесь одна сторонка с другой стороны. Вот здесь и развернемся. Даже вот так сделаем. Так что, налево уходим? Ну, да, если можно. Где? Прямо здесь, да, сейчас? Да. Подождем. Наглить не будем. Вот уже что-то строится. С 8 марта месяц премьер Новсторис на канале Домашнем. Где-то здесь будет поворот. Направо? Да, вон, наверное, заезд. Вот этот? Да. А вон, да. Ой, проезд трамвайный 7А. Так. Где цифры? Дальше поехали. Зачем-то все. Пропустить. Пропустить. Да-да-да, да-да-да, вон, 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 написано 7А тоже. Ну и что, здесь вся стоянка занята, что ли, куда мы встанем? Вот, получается, здесь сдают жилье. Какой-то мужик еще приехал. Алло. 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 Алло, алло, добрый вечер, это снова я, я вам звонила. Добрый вечер, не поняла? А я вам звонила по поводу комнаты нам с мужем. Да-да. Мы подъехали. Мы подъехали? Да. Мы подъехали, да? Да-да-да, мы подъехали. А, ну заходите, открытая калитка. Да, куда нам машину просто поставить, у вас тут все занято. В доме заходите. А машину куда можно поставить? Машину, сейчас давайте я выйду, посмотрим. Хорошо. Мы пошли за продуктами до ближайшего магазина. Нам объяснили, что где-то здесь, на соседней улице, если идти пешком, то можно... Через дворы. Пройти через дворы, да. Через жилых домов. На улице тепло. Я, получается, в этой толстовке и в кожаной куртке. Кожаной. Кожаной. Оно в этой кожанке не пристегнутое. Я вообще такую чушь несу. Это вообще капец. У меня язык заплетается. Идея этот магазин. Там я вообще вижу сетку. Короче. Вот смотрите, какие у них дворы. Все маленько, все узенько. Но видно, что постройки старые не было предусмотрено для такого количества транспорта. Для такого количества людей. Как вы видели, у нас квартира получается в этом, как он назвать его, не таунхаус, а частный дом. Этот частный дом разделен как таунхаус на несколько квартир. Видимо, хозяева сдают, потому что там женщина. Я сначала подумала, что она хозяйка. Оказывается, нет. Там приехали эти армяне, куча штук. Давай что-то ей там говорить. Что-то там учителю чему-то объяснять. Как я поняла, она просто работница. О, ФССП. О, наконец-то нашли выход. А вот он, наверное, от магазина. Что это? Короче, гор вообще не понравился. Я бы, я не знаю. Но мне понравилось. Не жил бы точно. Так, ну и где? А где ты вообще видишь магазин? Там аптека. Пройди туда. Туда за угол пройти, может, там. Офис какой-то. Такси. Uber. Barber shop. Естественно, закрытое время уже позднее. Мне интересно, магазин где вот что. А нет, кстати, говорю, закрыто. Нифига не закрыто. Работает. Или просто освещение включено. А, до десяти. Алкоголь. Алкоголь. С восьми до двадцати трех. А, ну вот здесь и продукты есть, пошли. Бананы девяносто восемь. Офигеть. Офигеть. А, ну вот здесь и другую. Капуска. Узбекский перец. так начнем помидоры зеленые видишь помидоры зеленые 150 это цены за килограмм же до за килограмм арбуз где арбуз покажи что так рулеты баклажаны тоже нет что всех слабосоленая вот это нет это же а вот сельта у них гаси 270 на 185 что 270 помидоры красные малосольные вот они 180 рублей морская капуста вот она желтенькая поближе морская это цветная перец горький хамса телка хамса помидоры зеленые спаржа о скумбрия в масле леча капуста квашеная понятно все рыба что за рыба а что за рыба вот это за 390 килограмм селедка скумбрия 498 а перец вот этот вот этот вот этот мельчин и сколько вы знаете что это вы делаете если вы поставите дальше проходить можно Мы вас-то не снимаем. Никуда не уйдете. Мы ассортимент ваш хотим. Сравниваем со своим. Для родственников, друзей. Они просто везде погасили. Вот это, наверное, вкусненькое. Пирожное птичье молоко, наверное, тоже вкусное. Ох, халва. Цена за 100 грамм 63, но она же вообще очень тяжелая. Слушай, у нас же там мясо есть. Можно его пожарить в стейке сегодня. Какое-нибудь мясо взял? Ну, сырое. Сегодня, давай, не будем ничего жарить. Завтра, да? Да. Мне сил нет, мне надо искупаться и спать. Нормально поспать. Сладостей много, сладости вкусные, походу. А у нас хлеб-то там есть, да? Нет. Что, здесь берем все хлеб? Сродо. Берем. Непиток офисяный. Ладно, короче. Все понятно, отключаюсь. Вышли из магазина, решили пройтись по другой стороне. Мы, получается, зашли вон оттуда. Вот магазинчик. Сейчас зайдем с этой стороны, к этому дому, где мы сняли житье. Машины гоняют вообще. Машины ездят очень хорошие. Бэхи, шестерки, семерки. Тут вообще какая-то проехала, я не знаю. С таким звуком. То ли ламба, то ли фера. Вон велики стоят. Это что, прокат, да? Да, прокат. Вообще, слушай, классно. Мы завтра на великах поедем, точно. Там, наверное, денежку кладешь, да? Покатаешься? Да. Оставляешь его, где попало. Его просто приезжают, наверное, забирают. Ну, как вот эти. Как они называются-то? Самокаты-то эти электрические. Время 10 часов. В принципе, народу нет. Ну, потому что, наверное, будет не день, все на работу. Ну, движение автомобилей все еще, как бы, плотненькое. Не, здесь классно. Гулять классно, мне кажется. А что, мы где пройдем? Еще дальше, что ли? Да. Плиточка везде. Тротуар плиткой выложен. Вот автобус. Я так понимаю, здесь ни трамваев, ни троллейбусов. Тем более, в метро ничего нет. Я даже не успела разглядеть, что это за авто. Вот такая уже проехала, наверное, уже третья или четвертая. Люди отдыхают. Завтра, значит, мы вечером выйдем, погоняем на своей. Ну, это доставка. Все, едут, 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 едут. Очень классно. Везде все, плиточка выложена. Везде все порядок. Пойдем сюда. Пойдем. Вот это вот как называется? Сегодня мне кто-то говорил, типа, можжевельник. Я неправильно его назвала. Типа, я туя и назвала. О, какой запах. Вообще классный. О, так смешно, это в Узбекистане он растет. Да, реально, это он и есть. У нас студия красоты. С восемь до восемь. Я опять в Узбекистан приехал. Что, мы правильно туда подошли? Так круто, как лето вообще. Для нас это реально как лето. Такая погода у нас, в принципе, летом нормальная. Чтобы у нас была жара, это вообще две недели. А потом, в остальное время, мы также ходим в куртках, в толстовках. И вот сейчас уже трава зеленая пробивается. Блин, классно все-таки. Классно все-таки. Так. Тэкс, пэкс. А я что, не туда ушла вообще, что ли? Иду такая по земле. А где у нас? А, вон. Вон все вижу свою машинку. Тут тоже какой-то комплекс жилой строится. Короче, здесь все строится. Видится, красная есть то, что адресная привязка. Ну, короче, у нас есть время. И здесь, в Ахлендере. Сейчас поскупаемся, поедим, ложимся спать. Завтра нужно проснуться максимально рано. Ну, радует то, что здесь время московское. Это мы, получается, не в 12 проснемся, как у себя дома, а в 10. Чуть ли не рано утром. Не, ну, в 10, это поздно. Получается, как в 8 уже. Ну, все, я отключаюсь. Мы сейчас будем вещи собирать с машины. Там у меня пакет вещей. Пакет мыльно-рыльного. Всякого места. Покажи, где мы живем. Я уже показывала. Вот тут, получается, несколько комнат. Спасибо. Пакет. Продолжение следует...